короче прибыли в гамбург hello у нас сегодня новое новый обзор европейских стен что у нас тут нового какие тенденции в граффити в общем попалась мне вот такая работа вода это на кирпиче выполнено здесь даже имеется табличка написано дом дом построен в 1958 году то есть это уже это исторический район харбург то это все гамбург не удивляйтесь это стена спасает гамбург от наводнения в середине двадцатого столетия харбург стал частью гамбурга ты мне вот такая подвернулась здесь работа стиле граффити охраняется кстати видеокамерой если вы видите сверху над замком прямо вписан вписано в интерьер так сказать замка и такие маки ромашки в общем полянка ведущая к это на самом деле часть моста который соединяет через эльбу с островом часть гамбурга расположена сегодня мы рассказываем про граффити я в поисках граффити никакого андеграунд альтернативы чтобы вот иностранцы радовались что они вот в такой идиллии и как вы понимаете здесь основном публика живет иностранцы за этой стеной не река там также город располагается заводы насыпная дамба это дороже выходит и сэкономили во друзей в железобетонную стену вот а соответственно как я говорил там у нас и здесь же находятся разные всякие нефтехранилища как я понимаю вот по этим сооружением и серым вот и если наводнение случится ну наверное ничего наверное не произойдет у немцев наверно все продумано поэтому все серьезно вот что и требовалось доказать здесь начало легального граффити то что позволяется те стены которые официально разрешены для граффити ну во первых хочется отметить андеграундность данной территории граффитиком было мало им нужен был адреналин и кто-то все равно перебрался через забор напротив этих стен и забомбил там тоже такой олдскульный баба ставил ну смотрим все у нас здесь 2020 новый совершенно новая работа выполненная в этом году тександра по ходу девушка исполнила данную работу дальше у нас с х к работа называется по ходу сув или сав что-то в этом духе но так себе не очень то есть вот это на мой взгляд более гармонично такой олдскул типичный уже сегодня это олдскул и более гармонично выглядит что у нас дальше заметьте что здесь очень много всяких битых стекол граффити бухают во время своих работ может быть не граффити бухают а их сопровождающие лица те кто приходит с ними кто-то может там баллоны кому-то носит в общем такая тоже работа здесь очень много шрифтов это кто не понимает это надписи основном на английском языке то есть как известно граффити зародилась я уже рассказывал о том что он зародилась нью-йорке семидесятых годах и в неблагополучных районах и от она перекинулась на европу в россии также 90-х годах особенно в санкт-петербурге в москве данные течения были очень популярны были свои команды teams так называемый либо crew которые исполняли и бомбили многие стены как вы понимаете в 90-х годах со стенами было намного проще в россии чем сегодня а это сегодня можно найти там кучу стен вот но тем не менее забегая немного вперед и удаляясь от актуальных работ хочется все-таки проехать и показать что есть дальше ну что хочется на первый взгляд как бы я вам скажу что это не самые крутые имена граффитчиков которые представлены здесь это это так это подрастающее поколение скорее всего вот но в целом примерно одно и то же выдержано в одних и тех же стилях вот я думал сегодня встречу кого-нибудь здесь за работой но как вы видите никого нету двигаем дальше смотрим пока что все в одном стиле в одну однотипно и что-то выделить конкретное очень такой прям бам ну пока что нечего все такое в типично американском стиле копия американских граффити немного с таким самобытным типичным индивидуальным характером вот что-то выделить нет не могу ну и как вы помните да я говорил вам о том что моя цель доказать вам что граффити это искусство в принципе вот это такие граффити которые здесь представлены это в некотором роде что-то такое среднее между теми писюльками которые можно встретить подворотнях и реальными произведениями искусства в стиле граффити вот то что здесь конечно представлены это это такое официальное официальное разрешение или для официальное разрешение вопроса что делать граффити к ревод кстати здесь люди у нас уже подготавливают стеной и вот здесь у нас получается официальное разрешение вопроса, что сделать с подрастающими поколениями, которые бомбят в подворотнях. В общем, как вы понимаете, вопрос решен. Их можно вытащить сюда, но сюда пойдут, конечно, не все, а те, кто все-таки рассматривает граффити как искусство. Ну, поехали, проедем мимо этих граффитчиков и посмотрим, что они там делают. Ну, вот так вот они все здесь закрашивают. Наверное, будет что-то новое. Ну, ладно. Парни там подготавливают себе работу, будут бомбить. Приехали на тачках, затаренные баллонами. Здесь у нас продолжение граффити. Здесь уже что-то такое футуристическое, science-фикшн. Это, конечно, но тем не менее, это тоже не искусство, как бы, но такая самобытность присутствует. Здесь, как вы видите, забор заканчивается. Водозащитное сооружение от наводнений. Точнее, сооружение, защищающее от Гамбург от наводнений. Вот, да. Здесь у нас такие... Новое гаджи? Да? Доброе новое. Вау. Сонтар. А, дизельсонтар? Да. Два. Нас еще раз? Да, я вам покажу. Ну, как вы это могли понять. В общем, поговорил с одним этим... Маляром Который сейчас там стены подготавливает Воскресенье они будут рисовать здесь Вот И в принципе Один из них здесь уже Какая-то часть Какая-то работа это и принадлежит ему В общем ну такие Уже парни в возрасте И это самое Уже кто-то там с семьями, с детьми Готовы это самое Уже вступили во взрослую жизнь Но тем не менее Вот занимаются Искусством в их понимании Он мне говорит что это самое Что в воскресенье у них будет Здесь исполнение работы Они вот готовят сейчас стены И далее Тогда они начинают О да Я спросил можно ли снимать То что они будут рисовать Он сказал Художников или граффити райтеров Лучше не снимать Лучше спрашивайте у них Работы пожалуйста Как бы получается Все-таки Они не хотят светиться перед камерой Перед камерой Поэтому Поэтому Значит Они где-то неофициально бомбят Поэтому Честно говоря Место такое Стремное Я в нем Ну где-то на окраине Да так Ну они довольны Это их кусочек Они здесь Довольствуются этим Но Настоящее искусство Ждет вас еще Я его вам покажу А это было Ну Закулисное искусство Ну Почему бы И его не назвать Искусством Хорошо Ребята хотят Они против системы Но когда-нибудь Граффити станет Частью Академического искусства Так же как Живопись Фотография И все остальное Границы между искусством И обыденной фотографией Размылись Как таковое Фотография Это уже не искусство И Вот так вот получается В принципе Ну это все ерунда На самом деле У кого есть чувство Прекрасного Тут Может различать Искусство И Обыденность Данная Wall of Fame Стена славы Меня Разочаровала Поэтому честно признаться Едем дальше И я вам покажу Более серьезные работы Включая работы Лумнита И Дайма Известных немецких Художников Которые просто Взрывают Своими работами Весь мир Свои Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok